Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 466 из учебника математика 6 класс Веленкин-Жохов. Давай вместе откроем учебник и прочтем условия задания. Итак, запишите, какую часть числа составляют 1%, 3%, 15%, 25%, 10%, 20% и 50%. Итак, начнем мы с чего? Начнем мы с 1%, да, и это проще всего. То есть вот у нас есть 1%, мы знаем, что целое составляет у нас 100%, да, то сколько же будет составлять 1%? Для этого нужно наше одно целое разделить на 100%, да, чтобы узнать, сколько будет 1%. Мы уже можем записать это как взрослые уже шестиклассники, мы можем записать это в виде дроби, да, то есть потому что мы знаем, что черта дроби это знак деления. Поэтому мы запишем, что будет 1,1 поделить на 100. Другими словами это 1 сотая. И мы можем записать это десятичной дробью 0,01. Таким образом у нас получается 1% это 1 сотая. То же самое делаем, не закрывая учебник, смотрим следующую дробь, это троечка, да, 3%. То же самое мы, получается, другими словами, конечно, мы можем как бы спросить, как 3 относится к 100%, да, как 1% относится к 100%, как 3, у нас получается 3 целых, да, 3% это как 3 целых. Поэтому мы как бы троечку делим на 100%, чтобы знать, что тройка какая часть от 100%. Для этого нам нужно 3 разделить на 100, и это будет то же самое в десятичной дроби 0,03. 15%. То же самое нам нужно 15, написать соотношение со 100, то есть нам нужно 15 разделить на 100. Это будет 0,15. Другими словами, также можно было взять просто единичку, допустим, и умножать, то есть то, что мы уже нашли, 0,01 и умножать на 3%. И это бы получилось то же самое 0,03, то же самое 15%, можно взять 0,15 умножить на, ой, нет, неправильно, конечно же, так, секундочку, 1% мы берем, да, 0,01 умножаем на 15%. 1 умножить на 15, понятно, что это будет 15, и отделяем два знака запятой, раз, два, 0,15. То есть можно и таким образом, это тоже будет правильно. Нам главное в данном задании получить правильный ответ. Ну, я выбрала способ через дроби, поскольку у нас тема вообще связанная с дробями, вот, поэтому проценты и дроби мы связываем. Следующее, нам нужно узнать, сколько это 25%. Ну, и так удобнее смотреть, смотрите, 15 сотых, да, все, мы можем записать свободно десятичной дробью. То есть кому проблематично умножать на десятичную дробь, то так будет даже лучше. 25 и делим на 100, 25 каких сотых, все, мы это записали, 10%. Так, здесь нам нужно 10 разделить на 100. Ну, понятно, что 0 и 0 у нас сокращается, и у нас получится единица, разделенная на 10. То есть, ну, как бы, скажем, неправильное складание, 0 и 0 сокращается. То есть 0 мы можем зачеркнуть, но это условно. Или же разделить числитель и знаменатель на 10. Получится 1 десятая. И мы так это и запишем, что это 1 десятая. Так, следующее, 20%. То же самое, да, то же самое. 20 мы делим на 100, можем сократить на 10. Здесь будет 2, а здесь будет 10. То есть 2 десятых. Следующее, 50 и то же самое. 50 делим на 100, сокращаем на 10. Здесь останется 5 десятых. Ну, или можно было бы, конечно, это записать как 50 сотых. То есть вот так. Но мы же понимаем, что мы последний нолик не пишем, поэтому это 5 десятых. То же самое здесь. То есть это будет 20 сотых, но вот этот нолик мы не пишем. Я уберу эти сокращения. То есть я думаю, что и так тут все понятно. Ну, если вам нужны сокращения, вы у себя сокращаете и тоже находите вот такие ответы. В принципе, и все. На этом задание закончено, выполнено. Переходи по ссылке в описании на наш сайт. Ты можешь там решить самостоятельно похожее проверочное задание. И получить за это баллы. А каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Если тебе понравилось наше видео, не забудь поставить лайк. Кто не подписан, обязательно подписывайся на наш канал. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под этим видео. Ну, а я со всеми прощаюсь. До следующего задания.